Мы почему-то ждем от людей разговор на уровне аргументов. Мы постоянно меряем. У нас такая линейка свой-чужой, свой-чужой. Ты уж определись с кем ты. Конечно, бить не надо, но если заслуживает, то неплохо. Ни пропагандисты, ни чиновники высшего уровня не вызывают большого уважения. Мы уже даже не на уровне экспертного сознания, а на уровне массового сознания не верим в свою жизнь. Это основной удар даже не для общества, как это ни странно, а для самой власти. Она становится как бы прочной, но хрупкой. Когда мы людей, которые пытаются работать со смыслами, как-то убираем, приходят другие люди, которые исполняют поручения. Если вы выясняете отношения, то есть вы начинаете выносить вердикт до разговора с этим человеком, вы приобретаете врага. Я считаю, что говорить нужно со всеми и, в общем-то, это как раз обязанность власти создавать среду, в которой такой разговор возможен. Привет, это Forbes Talk. Меня зовут Антон Жилнов. Приветствую вас, наших зрителей. И со мной по видеосвязи моя соведущая Лена Тафанюк. Лена, привет. И рада приветствовать нашего сегодняшнего гостя. Это социолог Дмитрий Рогозин. Дмитрий, здравствуйте. Рада вас видеть. Здравствуйте, Антон. Здравствуйте, Лена. Да, первый вопрос к вам как социологу, как к ученому, может быть, и как историку отчасти. Как бы вы охарактеризовали, описали нынешнее состояние российского общества? Это состояние обсуждают весь последний год, начиная с 24 февраля, поскольку очевидно это состояние меняется. Как бы вы охарактеризовали общество сегодня и состояние взаимоотношений общества и государства? Хороший вопрос. Но я сначала должен изобличить свою идентичность, которую вы мне присвоили. Я уж точно не историк и, скорее всего, даже не ученый. Я человек, который по большей части своего времени проводят в общении. То есть я в этом смысле скорее коллега вам, но не с точки зрения журналистики, а с точки зрения разговоров с людьми в бесконечных таких квартирах и на улицах. Мы-то среди своих это называем просто полевым интервьюером. На самом деле те, кто разговаривают, на мой взгляд, они и несут основное знание об этом мире. Так вот, если говорить не как историк и даже не как социолог, а как человек, который общается с разными людьми из разных социальных страт, начиная там от чиновников, от вице-губернаторов и так далее, различного рода, ранга, и заканчивая людьми, находящимися, как говорят наши чиновники, если их языком говорить, находящихся в трудных жизненных ситуациях, нужно сказать, что наше общество сейчас переживает колоссальный раскол, колоссальную поляризацию. То есть мы живем сейчас в мире, когда не говорят с одной стороны, с другой стороны или там, а это все сложно. Эти рассуждения, они стали уже нелегитимны, что ли, потому что в нашем мире основная легитимность определяется вопросом, ты уж определись с кем ты. И этот вопрос начинает звучать, даже если ты не заводишь разговор ни о текущей ситуации, ни о решениях, которые принимает наша партия правительства, а так между делом. Поэтому с одной стороны, смотрите, что получается. То есть упрощение такое? Ну, я бы не говорил даже об упрощении, я говорил бы о поляризации. Если уж выдвигать какие-то дихотомии, то это скорее время, в котором договорились, договоренность и вообще договариваемость не является приоритетным началом вообще любой дискуссии, любого разговора, а приоритетным, противоположным началом становится начало силы. То есть сила сейчас становится все более и более значимой. Мы и раньше, когда проводили исследование, у нас было много проектов, посвященных принятию насилия российским обществом, в частности, полицейского насилия и так далее. И мы фиксировали огромный просто уровень толерантности к насилию. Он определяется так, что, ну, конечно, бить не надо, но если заслуживает, то неплохо бы. А если это еще поможет кому-то, то вообще хорошо. Насилие в данном случае и сила, оно определяется не только в части, как бы, личных отношений, что ли, но и в части того, что социологи называют институтами. Если мы посмотрим на то, какой вес занимают те или иные институты, понятно, условные силовики сейчас определяют доминирующую роль в том, что такое хорошо, а что такое плохо. И вообще разговор, разделяющий такой этический, базовый разговор, какие люди, какие люди хорошие, какие плохие, определяются не с точки зрения их достижений, а с точки зрения преступлений, которые они могли бы совершить или не могли. И поэтому вот этот разлом общества, в котором на первый план выходит определение врагов и через это определение собственной идентичности, я тот, кто знает, кто мой враг. Причем это касается всех слоев общества. То есть мы берем условных наших релакантов и там, что происходит с поиском врагов, с оправданием себя и так далее. Мы берем то, что происходит здесь, наши говорящие головы из правительства и как они позиционируют эту вещь. И поэтому вот такой довольно страшный, я бы сказал, диагноз нашего общества, поскольку этого не было и в советское время. То есть это, я бы сказал, такой уникальный новый опыт, как все теперь уникальное после 24 февраля. Почему эти две группы общества не разговаривают с друг другом? Вы говорили в одном из интервью, что очень важно говорить. Я могу понять, почему, допустим, не разговаривает та часть общества, которая против. Сажают даже за просмотр картинок, но почему не разговаривает другая часть общества? Здесь разные причины есть. Как обычно, как бы личные мотивы, они распадаются на разные доводы, они зависят от каждого человека. Но общий ответ я бы дал незачем, поскольку люди, которые принимают решения, у нас давно понимают, что живут по формуле, что мы и так знаем, как все устроено. И настоящие дела, ну такие вот правильные решения, они принимаются не публично. Публичность, она не для принятия решения. И если это так, то ценность разговора просто пропадает. Его нет. То есть зачем говорить балаболы? Если вы начинаете говорить, вы как бы сотрясаете атмосферу. Единственное, что оправдывает публичный разговор с точки зрения человека, ориентированного на силу, это дезинформация врага. Ну нужно так проговорить, чтобы ввести в заблуждение своих и чужих. Своих не введешь, близких совсем, потому что ты с ними и без этого поговоришь. А чужих вот во благо. Поэтому основной потери, базовой потери, ценностной, которую мы сейчас переживаем, как бы это громко не звучало, конечно же, это свобода слова. То есть это основной институт социальный, который у нас потерпел огромное поражение в правах. И когда свобода слова становится как бы неуместной, за нее уже и нельзя бороться, потому что противоположные точки зрения криминализированы. Ты не можешь бороться за свободу слова, поскольку говоря какую-то противоположную точку зрения, ты сразу начинаешь нарушать закон. Кстати, вот я вроде бы сказал о поляризации общества, но оно, как бы это же не два лагеря, не два фронта. Это много-много фронтов. Просто в каждом фронте, в каждой этой группе локальной всегда возникают свои и чужие. И так определяется идентичность через чужих. Это не значит, что чужие это целый фронт. Чужие это те, кто не свои. И вот это тоже очень любопытная вещь. Но в СССР же тоже не было свободы слова. При этом вы сказали, что сейчас вот это состояние общества, диагноз которому вы поставили довольно жесткий, что это состояние, оно даже не апеллирует к советскому опыту. Это что-то иное. Абсолютно. Очень удобно. Но и сейчас только ленивый не вспоминает какие-нибудь 30-е годы, 20-е годы, 40-е, 50-е. Очень удобно апеллировать к тому опыту и говорить о тоталитаризме, авторитаризме. То есть играться вот с этими большими лейблами. Потому что они как бы начинают объяснять. Ты берешь какую-то... Но это неверно наверняка, как любая параллель. Это ущербно. Я бы сказал, то есть Симон Кордонский, допустим, это называет игрой в реальность, которая закрывает за собой то, что происходит на самом деле. Тогда, если это не похоже на советское время, то на что это похоже тогда? Это похоже на то время, в котором мы живем. Оно все-таки довольно уникально и имеется как бы свою историческую плотность, я бы так сказал. Я могу сказать, что не было в Советском Союзе, что у нас есть сейчас. Мы можем, конечно, сказать, не было свободы слова, но были правила. То есть были правила, по которым люди как-то взаимодействовали. То есть были ниши, ну, допустим, для свободных художников. Вот приговор взять. Человек, который прикидывается придурком или делает что-то не так, он, конечно, не имеет шансов подняться по карьерной лестнице, но он имеет все шансы для высказывания. То есть для высказывания вот в той группе, в которую он не то что определяет своей, а которая является референтной для него, с которой можно разговаривать. Сейчас не только потому, что сгустились тучи, а в большей степени она связана и с технологическими изменениями. Мы как-то незаметно для себя, это касается не только России, стали киборгами такими. Я имею в виду включенность вот в это интернет-пространство. То есть если раньше мы могли говорить, что вот есть оффлайн, а вот есть онлайн мир, какой-то там в оффлайне какой-то... Да, и раньше было такое даже выражение «я провожу время в интернете». Сколько ты время проводишь в интернете? Сейчас же никто не скажет. Растворилось, растворилось. Да, интернет уже это все. Но к чему это привело? Это привело к тому, что размылось пространство приватного. То есть сейчас от государства не нужно ждать доносов. То есть не нужно ждать людей, которые считают свой ближний круг незначимым. Ну, Морозовых, да, Павликов. Не надо их ждать, то есть свой круг незначим, вот там значим, а надо доложить. Человек просто общается в своем кругу в социальной сети, и доклад уже произведен. То есть то, что государство это осознало, и это случилось в пандемию, то есть пандемия оказалась, ну, я бы сказал, для той машины военной, которая развернулась, наверное, просто подарком, потому что можно было экспериментировать, смотреть, как реагирует общество на те или иные совершенно безумные решения. Вспомните выход по подъезду на улицу в Москве. Ну, то есть даже сейчас, произнося это, ты все время задаешь себе вопрос, как это возможно в голову, чтобы прийти? То есть вот обозначить таким образом социальный порядок. Нет, он, понятно, продержался недолго, был сломлен, но вот эти все ограничения ковидные – это вся игра в правила, в нормы, которые на самом деле нарушались. Эта история привела к тому, что, ну, то есть вот этот вот дивный, чудный мир, он реализовался в полной мере. И если не государство как таковое, то есть вот не нечто абстрактное такое, нависающее над тобой, а некоторый чиновник, специалист при исполнении захочет, ну, как бы подняться по карьерной лестнице, выполнить поручения по сбору информации, он может собрать любую информацию о любом человеке в любом месте и приписать, если нужно что-нибудь там, то есть спровоцировать, что называется, потому что кроме того, что человек проговаривается своим, мир социальных сетей устроен таким образом, что туда можно легко войти. То есть понятно, что многие люди закрывают свои аккаунты, пытаются как-то маркировать это общение, а это прямой удар по свободе слова. То есть купирование своей речи, запрещение себе публичного высказывания, это же прямой удар по, ну, социальному капиталу человека, то есть обрезанию тех связей, которые связаны с доверием не только там социальным институтом, там в Думе президента и так далее, а людям вообще. То есть если проще говорить, каждый стал друг другу волком, человек человеку волк, правильно? Нет, это упрощение очень сильно. Упрощение? Если бы каждый стал друг другу волком, если бы реализовалась гопсовая метафора войны всех против всех, то проблемы бы не было, ведь все бы молчали. Люди же рациональны. Если я понимаю, что опасность грозит мне со всех сторон, я начинаю себя вести соответствующим образом. Для человека, и этим пользуемся, кстати, мы интервьюеры, свобода слова, свобода высказывания, это не просто ценность, что называется, скажи мне правила твоей жизни, это потребность. И поэтому человек, даже понимая, что он находится на грани, что его любое высказывание может быть истолковано приватно, что можно откатить назад, ведь еще же огромная проблема, что раньше в Советском Союзе не было этого шлейфа архива, личного архива, который можно просмотреть задним числом и придать ему какой-нибудь уголовный статус, нарушение. То есть у нас в Советском Союзе, как мне говорили в архиве, вы имеете право попасть в историю только в одном случае, если вы сделали какое-то правонарушение. И если вы ничего не нарушили, то вас в истории нет. И это спасало, это создавало приватность советского, простого советского человека. Я хочу продолжить немножко наш разговор про свободу слова и поставить вопрос чуть-чуть по-другому. Дмитрий, а к чему ведет в пределе утрата базовой ценности свободы слова для общества? Вот в вашем разговоре с Аузаном он, как экономист, очень много говорил о человеческом капитале. Так вот, свобода слова напрямую связана еще с одним капиталом, не менее значимым, а в критические моменты еще более значимым, чем человеческий капитал, на мой взгляд. Это социальный капитал. То есть что это такое? Это доверие ближнему кругу, то есть доверие своим, то есть вот то, что связано с семейным, родственным счастьем, что мы называем друзьями, Роберт Паттнем, это называют сильными связями. И доверие дальнему, то есть связи, которые нас соединяют с другим миром, то есть связи, которые определяют, что мир справедлив, что можно доверять этому решению, что, в общем-то, я могу пойти куда-то, там, в больницу и получить квалифицированную помощь, ну и так далее. Так вот, и тут, и другой мир социальный держится на свободе слова. То есть он держится на высказывании, потому что социальное определяется через разговор, не все в разговоре. Потому что человеческое – это то, как ты общаешься. В этом смысле все социальные практики – это практики общения. И в этом смысле, когда мы начинаем купировать наши социальные связи, на всякий случай, как бы контролировать то, что сказать можно, а то, что нельзя, мы не только ограничиваем собственную, как бы, даже не столько свободу, сколько возможность самореализации, но мы и ограничиваем возможность самореализации своего собеседника. поскольку, если мы что-то не говорим в противовес какой-то точке зрения, она просто повисает в воздухе. Нет сопротивления, чтобы эта точка зрения, эта позиция, это решение стало плотным, упругим, оно было бы осмысленным. И в этом смысле мы живем в мире, в котором нет права на ошибку. То есть, если мы отказываемся от мирных решений, то любая ошибка это уже преступление. Поэтому, если ты что-то совершаешь ошибочное, то ты должен либо каяться, либо уходить, либо идти в тюрьму. А мир нормальный, то есть мир, ну и наука вся на этом построена, он построен на работе с ошибкой. То есть, постоянный такой конфликт, который является продуктивным. Ведь цель научного сотрудника предельная цель, это опровергнуть самого себя. То есть, выдвинуть теорию и опровергнуть ее. То есть, и в этом смысле наука развивается только тогда, когда мы не боготворим своего учителя, ученого, а можем показать его ошибки и преодолеть его. Вот этого сейчас нет. Продолжая эту тему про свободу слова и про то, что люди говорят, та цифра, вы тоже про это говорили уже немножко, про 10% населения, которое не поддерживает происходящее на Украине, поддерживает в условиях отсутствия свободы слова и отсутствия свободы высказывания. Понятно, что она нам говорит о многом, но можно ли ее экстраполировать и понять из этой цифры, что происходит на самом деле? Здесь есть одно заблуждение, оно связанное с тем, что, как правило, опросы по поводу поддержки СВО трактуются как поддержка или не поддержка. Я скажу, никто не поддерживает вас. Когда задаешь прямой вопрос, скажите, пожалуйста, вот вообще, что вы думаете о вас? Каждый отвечает, что мы хотим мира. Каждый. То есть, очень малое число людей, таких каких-то, ну, так сумасшедших, свинченных, я даже бы сказал, просто экзальтированных текущей ситуации. Понятно, когда что-то происходит с тобой, ты на адреналине, ты там и можешь и подраться. Но, в общем-то, в спокойном состоянии, если человек успокаивается, ну, у нас, в общем-то, миролюбивая нация в этом смысле. А другое дело, что поляризация проходит по линии своей и чужие, и важным элементом становится то, что чужие оказываются вдруг, и об этом говорят, постоянно напоминают людям, недоговороспособными. То есть, с чужими нельзя договаривать. люди не хотят, они просто думают, что нельзя договориться с этим. И для этого есть все основания. Потому что, куда бы они ни посмотрели, мы часто списываем это все на российскую пропаганду, но это не совсем так. Нельзя списывать вообще позицию человека лишь на этот несчастный телевизор. Потому что, даже если он посмотрит альтернативные каналы, там, вот Дмитрия Гордона, допустим, послушаю, или еще кого-то, он там услышит такое, что ему не захочется с этими чужими договариваться. Потому что он слышит там обнуление русской культуры, о том, что там орки покоряют какие-то страны. То есть, он слышит про то, что ему кажется родным, что это тоже отменяется. То есть, он слышит агрессию во всех этих словах. Я не хочу здесь входить в состояние того, а кто прав, а кто виноват, поскольку, когда идет столь ужасный конфликт, то есть, когда, я его даже не могу назвать конфликтом, то есть, происходит просто страшное событие. То есть, Филиппов Александр Федорович называет его абсолютным событием. Это значит событие, которое затронуло всех. Ты не можешь как бы сказать, вы знаете, как-то у меня вот картошка сейчас там или там огород надо садить. Так вот, когда, когда это всех просто перевернуло, нет ни одного человека, который бы говорил, а давайте, пусть это длится. Пусть нет русского человека, который бы говорил, я за то, чтобы убивали детей. Я за то, чтобы бомбили там мирные города. Или там, я за то, чтобы там наши солдаты гибли. А за что? тогда эти люди, которые высказывают поддержку. Они же понимают, что происходит. Вот они тогда что поддерживают? Это какой-то реваншизм исторический или что? Здесь есть одна ошибка такая логическая, что ли. Мы почему-то ждем от людей разговор на уровне аргументов, доказательств, разговор на уровне информации. А в общем-то, когда человек как бы формирует свое мнение о чем-то, информация или некоторая система аргументации занимает всего одну треть от его совокупного мнения. Первое, на что реагирует человек, это не на информацию, а на некоторую эмоциональную, эмотивную составляющую этого сообщения. И когда люди собираются и как бы разговаривают, и тут пришла похоронка или еще что-то, и это горе, или они видят какие-то картинки, вот эта эмоция, она уже не, ну как бы она не требует никаких аргументов. Это первое. Второе, что тоже до, находится до всяких рациональных объяснений, это некоторые этические составляющие, они стоят выше. То есть, как бы мы не кричали там, что там у нас люди-гаражники, прячутся по своим местам и так далее, понятие гражданственности, то есть вот гражданство, оно довольно сильно укоренено. То есть, понятие того, что там твоя страна, там что-то происходит, ты видишь, что она стала страной-изгоем, что вокруг как бы сгущаются вот эти темные краски. И это определяется, еще раз, нерациональным уровнем. То есть, здесь нельзя эту ситуацию спасти, передав от... Ну смотрите, ничего не сгущается. Как же не сгущается-то? Сгущается? Можно вот один пример приведу? Например, вот оставляют ту сторону Украину без света, без воды, без тепла пропаганда это подхватывает и говорят, злорадствуют. Вам кажется, что человек, который, да, потребляет эту пропаганду у себя дома, он в этот момент не злорадствует? Здесь есть один момент. Вы делаете допущение, что человек, во-первых, смотрит телевизор, а не выключил на этом месте. Во-вторых, когда он смотрит, он разделяет ту точку зрения, которая слышится из телевизора. Особенность российского общества заключается в том, что вообще-то ни пропагандисты, ни чиновники высшего уровня не вызывают большого уважения. Вот те вещи, которые говорят в ток-шоу, они же вызывают отторжение у очень большого количества людей. И они направлены вообще-то вообще не на людей. Они направлены скорее на обслуживание госаппарата. То есть на мобилизацию вокруг бюджетной сферы и людей, которые должны находиться в постоянном возбуждении, исполняя поручения той или иной глупости или важности. Неважно. Обычный человек, я много раз с этим сталкивался, он разводит руками просто. Он говорит, ну наши-то парни гибнут. То есть он говорит, что если уходят молодые, почему они должны идти? Лучше я пойду. То есть и здесь возникает какой-то вроде бы рационально какой-то коллапс такой. Все время на этом ловят русских, когда говорят, что слушай, если у тебя есть выбор, беги. Если ты пришел туда, подними, сдайся. Но не стрелять как бы в противника может только святой. То есть можно, конечно, говорить о том, что непротивление злу это высшая доблесть. Но до этой доблести надо расти и расти. Моя позиция во всей этой истории, она очень проста. Сначала давайте остановимся, сначала мир, потом все остальное. Остановиться можно только вместе в этой точке. и то, что я не понимаю политиков, в том числе украинской стороны. Это вот эту нахрапистость, что ситуация смещена и мир возможен только через победу. Это и есть тоже культ насилия. И в этом смысле, что мы переживаем сейчас, мы говорим все про Россию, но в Украине точно такая же ситуация. Она не с другим знаком. Там тоже насилие стало основной нормой. Вы в интервью Екатерине Гордеевой говорили, что такая очень нам запомнилась ваша фраза криминализация инакомыслия. Вы говорили, что это убийственно применительно к науке. А что криминализация инакомыслия, когда нельзя думать иначе, чем принято партией правительством, означает для общества? Это основной удар даже не для общества, как это ни странно, а для самой власти. Поскольку можно выиграть на малой дистанции, то есть купировать инакомыслия и вести свою линию. Ничто не мешает реализовывать принятые планы. Но когда эти планы на уровне планирования, то есть на уровне формирования, мы говорим, концептов, еще не оперантов, то есть действий, а концептов, размышлений о том, что нужно сделать, не встречает сопротивления, не встречает критику, оно очень быстро обрастает раковинами совершенно неподъемными. То есть решения, которые не проходят уровень критики, они по определению просто, это даже не нужно тут забегать далеко, они по определению ошибочны, они приведут в никуда. И в этом смысле общество как раз к этой криминализации приспособится. То, что мы упомянули, если люди осознают, четко осознают, что публичное высказывание, оно настолько опасно, что его не должно быть, они определят себя. У нас общество выживание, мы умеем прятаться за крома, уходить куда-то в подполье, еще что-то делать, создавать локальные сообщества, а вот власть не выживет. И в этом смысле, конечно же, видна совершенно стратегическая близорукость. То есть недоверие к массовому сознанию и рассмотрение массового сознания только как предмет манипуляции. То есть как предмет, который позволяет тебе обосновать твое решение, не проверить на его, на прочность. Не потому, что нужно идти за массами, никто не говорит. Понятно, понятно. Общество просто спускают уже некие паттерны, и вот и не подвергается этой никакой критикой. Но здесь есть важный момент. Очень опасно. Вообще социологи не любят слово общество. Очень опасно обобщать про общество и так далее. То есть с точки зрения вообще принятия решений, ведь то, что говорил Лаузан об оттоке, о миграции, можно добавить о внутренней миграции, когда мы говорим о закрытии именно интеллектуального слоя. Ведь мнение важно у тех людей, которые обладают теми или иными компетенциями, те, кто пытается думать о будущем. Так вот, если у нас нет альтернативных точек зрения о будущем, у нас нет и сценариев будущего. Нет сценариев, нет стратегий. Вот это выжженное поле, мы видим, нет никакой альтернативы, нет соответственно инакомыслия. Как это нет свободной прессы? Как это сказывается на психологическом состоянии людей? Вот, допустим, в ЦУМ вот сейчас опубликовал данные, что там больше 80% населения счастливы. Нет, можно сказать врут, а я говорю нет, не врут. То есть, да, там люди отвечают, что они счастливы. Но в том, о чем вы спрашиваете, для меня более интересен опрос, который звучит примерно так, что в каком настроении вы сейчас находитесь, в тревожном или в спокойном. И там динамика. И на протяжении уже долгих месяцев там с мобилизацией, то есть сентября, у нас в общем-то тревожность превышает спокойствие. То есть, вот на сегодняшний момент у нас 49, по-моему, процентов находятся в тревожном состоянии. Это тоже как бы вопрос грубый очень. Нельзя говорить, что человек там в тревоге и так далее. Но это очень хороший индикатор на сегодняшний момент, что как-то не все так как бы гладко. То есть не все так хорошо с поддержкой. Это беспокойство, которое в первую очередь связано не с текущей ситуацией экономической или с текущей ситуацией вокруг твоего близкого круга. Люди как-то приспособились и к оптимизации здравоохранения и образования. То есть нашли эти ниши и за этот год ничего не изменилось кардинальным образом в этой части. Но основное беспокойство связано с будущим. И вот о будущем уже перестали спрашивать. То есть люди уже не задаются этим вопросом, поскольку он бессмысленен. Непонятно, что тут. Приехал китайский лидер, может, что-нибудь другое будет. То есть мы уже даже не на уровне экспертного сознания, а на уровне массового сознания не верим в свою жизнь. А это же колоссальный удар по субъективному благополучию. Нет, человек не живет конечно в будущем, там вот эти миражи не строит, но мы знаем, что человек социален и наше благополучие связано с благополучием нашей семьи. Слава богу, у нас семьи довольно полные. То есть у нас есть те, кто учатся, те, кто на пенсии, те, кто болеет. То есть у нас есть люди, у которых нужен горизонт планирования. А отсутствие СМИ независимых политзаключенные, они влияют на уровень этой тревожности? Даже если человек не осознает, почему он тревожен, это влияет или это преувеличение? Это влияет на очень узкий круг. То есть это влияет на круг тех, кто и был включен в эти СМИ. Или у кого родственники так или иначе могут ткнуть пальцем в эту программу. это небольшие. То есть вот то, что мы посмотрим там просмотры там 10 миллионов и так далее, там очень большие просмотры внешней диаспоры какой-то, русскоязычным населением, не имеющим отношения к России. В общем-то отчасти может быть поэтому не как бы не купируется, не закрывается YouTube как канал информационный. Потому что YouTube среди тех, кто находится в провинции и среди тех, кто не имеет высшего образования и так далее, не очень-то популярен. То есть он популярен в молодежной среде и поэтому опять же в ЦОМ Федоров вздыхает какая-то у нас молодежь не такая, она все больше о себе заботится, все меньше о родине думает. Но смысл в том, что я могу определенно сказать, что купирование средств массовой информации, то есть не просто разрежение, то есть удаление, оно практически оказалось незаметное для страны. Именно поэтому возникает такое ощущение, как же так, то есть отчего же они молчат, что это за народ такой темный. Народ не темный, он просто живет в другом информационном пространстве и жил в другом информационном пространстве. Помимо СМИ и всего прочего у нас мы наблюдаем некоторый процесс уничтожения университетов и институтов, в том числе Шаненки. Вам, наверное, близко и родной. Вот там недавно сменился ректор, как мы все знаем, и про это написали, что это конец для Шаненки. Ну, я вздыхаю, потому что я уже устал драматизировать ситуацию. Мы уже вошли в тот период, когда надо смеяться. То есть, конечно, печальная история с ректором, то есть, с тем, что она не имеет никакого отношения к гуманитарному знанию, за ней не стоит никаких традиций. Это назначение определяется не выбором коллектива, и там нет даже намека на альтернативные выборы ректора, что на самом деле является основанием для Шаненки. Да и вообще встает вопрос о переформатировании Шаненки. И в этом смысле это, да, можно определять как конец этого образования, а можно говорить о том, что, может быть, это и не самая плохая трансформация Шаненки, потому что гораздо худшая трансформация была, если бы завели уголовные дела не только на Сергея Зуева, но и на профессорско-преподавательский состав Шаненки и на студентов. Это было бы гораздо хуже. И в этом смысле мы живем в том компромиссном мире, когда увольнение, даже увольнение, определяется как благо. Уволили и хорошо. То есть других последствий у нас нет. Закончилась Шаненка или нет, но сам этот проект, ведь он такой фантастичный, то есть он иной. Он на самом деле проходил в больших трениях и внутри Шаненки. Обычно оппозиции предъявляется как некоторое недостаток колоссальный. Вот чего они грызутся, чего они не объединяются. А это же достоинство демократического сотрудничества. Шаненка тоже была очень разная. Я, например, когда выбирался ректор Зуев, я выступал против его кандидатуры, у меня была своя кандидатура, но это не сделало меня оппонентом или врагом Зуева. Потом у меня были с ним совместные публикации, я с ним работал, потом я писал эти письма, и так далее. И в этом смысле Шаненка это не стены и даже не образовательный процесс, это некоторые базовые принципы, которые реализуются в образовательной среде. Вы как-то для себя решили по Сергею Зуеву, вы что думаете на эту тему, все-таки он виноват, не виноват. Вы же видели, тут недавно были новости, которые немножко смущают про признание вины, про компенсацию ущерба. Вы как себе это все объясняете? Я вообще не сторонник разбираться в вине, и вообще не сторонник игры в справедливость, игры в наказание и так далее. Я эту рамку вовсе выношу за пределы моих отношений и рассмотрения возможных будущих и очень надеюсь совместных проектов с Сергеем. По иронии судьбы мы же с ним написали совместную статью по коррупции. Мы очень много изучали коррупцию вообще Сергеем Зуевым. И вот эти все отношения, которые инкриминируются ему, инкриминируются многие, вообще многие экономические преступления, которые определяются у нас в бюджетной сфере, они проходят по статье тех или иных коррупционных сделок. Так вот, когда я обсуждал эту коррупцию, я упомянул уже Симона Гдалевича Кордонского где-то давным-давно на каком-то совете. Моя встреча с ним состоялась через огромный не просто спор, мы чуть не подрались с ним. Потому что он тогда сказал удививший меня, поразивший меня тезис, что коррупция это не зло, а благо. То есть коррупция это тот механизм, который позволяет реализовываться как бы тем планом, решением, которые проводятся обществом. Это не значит, что коррупционные сделки хороши сами по себе. Это значит, что те уголовные дела, те претензии, которые предъявляются человеку, они предъявляются с точки зрения формальных требований. Ну, сугубо формальных, которые определяются требованием, написанным на бумаге. И если мы посмотрим на этот мир, если мы будем задавать любому вопрос любому человеку про бумагу и реальность, он нам сразу скажет, любой русский человек скажет, одно дело на бумаге, другое дело в реальности. Можно я уточню? Вам тезис коррупция не зло, а благо близок? Нет. 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 Кордонский говорит не то, что коррупция зло, а то, что у нас происходит, нельзя описать в этой терминологии. То есть мы все время подходим к нашему миру с западными лекалами. И наша власть тоже очень любит оперировать понятиями демократии, понятиями либерализма. Сейчас уже нельзя про это говорить. Но то, что называется либерализмом, либеральными решениями, то, что называется демократическими решениями, не имеет к ним отношения. У нас другие механизмы взаимодействия. А на бумаге они описаны как те. И вот здесь возникает парадокс. Вот вы мне, я не уходил от вопроса, я пытался просто объяснить, что когда вы мне говорите, виноват там Зуев или нет, как вы, допускаете ли, что он виноват? Я подумав, могу сказать, ну по бумаге даже могу допустить. Я могу допустить, чтобы принять то или иное решение, потому что бумага не относится с реальностью. Но когда приходит счетная палата, она смотрит только на бумагу. Это я самого мягкого ревизора. Ну это аналогия с театральным делом Кирилла Серебрянин, когда то, что вы описываете, я так понимаю, что она близкая аналогия тому, о чем вы сейчас говорите. Ну здесь даже мягче было все. Здесь даже все было мягче. Почему вы говорили, что без Шаненки власть долго не просуществует? Но ведь спокойно власть существует сейчас без мемориала, без разных НКО. То есть уже не в честь список закрытых организаций, институций, НКО. Почему без Шаненки тогда она вдруг государство не просуществует? Я точно так же скажу и без мемориала. Потому что то, что дело... Просуществует же? Ну вы промежуток времени-то посмотрите какой. Ну чего там? Год? Там полтора. Ну что это? Это даже не исторически, это даже на уровне человеческой жизни. А что будешь с властью без мемориала и без условной Шаненки через пять лет? Это напрямую... Опять я возвращаюсь. Ну я повторяю, но не могу без этого сейчас, сегодня. Это напрямую скажется на тот самый институт свободы слова, который разрушен. И на отсутствие не то, что даже альтернатив сценариев или еще чего-то, а на отсутствие смысла действительности. То есть мир, человеческий мир, он имеет в себе какие-то смыслы. Когда мы как бы людей, которые пытаются работать со смыслами, ну то есть с идеями, с воплощением этих идей, как-то убираем или говорим погоди, мы знаем, что делать, приходят другие люди, которые исполняют поручения, которые как бы не думают или запрещают себе думать, что бы это значило. Это очень хорошо воспитывается, в этом есть своя доблесть. На самом деле мы можем, конечно, занимать позицию такую, что, мол, вояки, это все прапоры и так далее, какие-то непонимающие. Есть некоторая доблесть в исполнительстве, но эта доблесть работает на очень краткосрочных режимах, и поэтому власть, то есть, ну, невозможно сейчас сказать, что будет и через год, не только через пять, но власть станет и уже стала очень уязвимой. Она становится как бы прочной, но хрупкой, то есть, она может сломаться в любой момент, потому что нет никакой упругости в тех конструкциях, которые производятся. Мы, конечно, можем сказать, что вот у нас цели такие-то или у нас цели такие, но мы видим, как эти слова вдруг уходят в прошлое, и о них никто не вспоминает, то есть, как бы их ни было. Почему, как вы считаете, нет запроса, мы говорили про общество, про его состояние, но даже если вспомнить более вегетарианское время, там, доковидное, не было и тогда запроса у общества на сменяемость власти, гайки еще были не так закручены, хотя приличные, но поменяли конституцию, никакой реакции общества. Это как раз можно объяснить очень низким уровнем социального капитала соединяющего, то есть, социального капитала дальнего. Когда ты находишься в мире, в котором доверие только декларируется и является таким словом, которое не работает, когда ты начинаешь уточнять. Полстеры, социологи, очень не любят задавать вопросы, почему, а что. Они быстро спрашивают, там, доверяете, не доверяете, скажите, не думайте, потому что, если человек начнет задумываться, что такое доверяю, а что такое дума, а что они там делают, он ничего не скажет. Поэтому задают вопросы очень быстро, то есть, доверяю, не доверяю. И поскольку нет этих связей, то есть, дальних связей, нет этого, как бы, нет этой убежденности, что институты могут работать, а есть только уверенность в ближних связях, причем это, я говорю, не об условном народе, забитых в глубинку, в глубинке людей, это я говорю и об аппарате, о той, как чиновники сами говорят, о системе, которая есть. Ваша коллега списывала это в нашем выпуске на бедность, что когда вы бедная страна, у вас социальный круг очень узок, и там не думают о каких-то больших материях, там вот родные, семья и все. Вот я так понимаю, что вы тоже здесь соглашаетесь с Зубаревичем, что социальный капитал очень узкий у человека в России. Но он узкий не только у бедного, но и у богатого. Вот в чем парадокс. Он узкий не только у людей забитых, находящихся в трудной жизненной ситуации, но очень малый, суженный социальный капитал и у чиновников даже высших уровней. Потому что они пытаются выполнить поручение своего вышестоящего начальства, считают себя членом его команды. У них есть второй круг своих, кто может исполнять их поручения, а дальше нет доверия ни туда, ни обратно. И это случилось, потому что все-таки мы видели еще в 11-12 годах общество совершенно другое. Было некое бурление. Сейчас вообще ничего нет. Вот что там у вина? Есть ли хоть какая-то подсказка на этот вопрос? Подсказка в том, чтобы перестать искать виноватых. Я понимаю, что это извечно русский вопрос, но он не приводит к решению. А решение, то есть решение не поиск причин, а решение ситуации, в которой перестала быть возможной коммуникация, это выстраивание разговора, который ты соотносишь с человеком, не просто занимающим противоположную с тобой точку зрения, а с условным врагом. Даже ты, если считаешь его врагом, выстраивай свой диалог так, чтобы ты мог с ним поговорить. Я просто уйкал, когда, допустим, Навальный говорил о жуликах и ворах. То есть я думал, как так можно, действующий президент, как можно настолько резко высказываться, ну вот примерно так подойти, ты сволочь, ты подонок, ты убийца. Вот как можно так говорить о действующем президенте? Если человек говорит вам в лицо, ну то есть через экран и так далее, что вы жулик и вор, вы не будете с этим человеком общаться. Это общение не предполагает собеседникам жулика и вора. Я это говорю совершенно определенно, потому что у меня тоже были такие дилеммы. У нас были проекты, когда мне нужно было разговаривать с преступниками, ну с бывшими, там вышедшими и так далее. Мы разговаривали с убийцами, с насильниками, нужно было брать интервью. И у меня единственная мысль, я вообще здесь не хочу быть в этом месте. Но когда ты разговариваешь с этим человеком, ты не можешь начать разговор, ты же убийца, ты что, ты вообще сволочь, ты вообще думаешь о своей жизни, разговора не будет, вообще никакого. Поэтому здесь вопрос... То есть если бы Навальный вел себя мягче, корректнее, вы считаете, что диалог бы мог с Владимиром Путином у него состояться хоть какой-либо? Нет, у Навального я не думаю. Не только же Навальный, это, ну, можно взять Немцова, допустим, то есть можно взять Яшина, то есть можно взять вообще эту всю палитру очень смелых, сильных, мужественных людей, выходящих на площади и так далее. Убиты или сидят? Ну, к сожалению, да, к несчастью. Но их разговор, он велся в тональности примерно такой. Я говорю о нем, но не ему, а вам. То есть в сообществе, где сильны сильные связи, то есть капитал, который связывают, узлы социальные, а не нити, нити это закон, это право, это некоторые нормы базовые, а когда сильны узлы, то есть свой-чужой, а вы выходите и говорите про нити, то есть вас никто не примет. То есть когда Навальный кричит обществу, что посмотрите, там жулики и воры, ему не верят ни те, ни другие. Дмитрий, а вы считаете, что говорить надо со всеми? Да, я считаю, что говорить нужно со всеми, и в общем-то это как раз обязанность власти создавать среду, в которой такой разговор возможен. То есть в этом смысле, я почему говорю, нельзя упрощать до того, чтобы если бы Навальный вел себя по-другому, то было бы по-другому. Это не его обязанность так себя вести, это обязанность власти создать условия, чтобы он вел себя соответствующе. Но когда это не создается, то вот этот вот конфликт, это нарастание этого конфликта, оно как клубок, просто как снежный ком огромный, как бы сметает все на своем пути, лагина просто снежная. Да, я считаю, что разговаривать нужно со всеми. Почему? Потому что если ты не начинаешь разговаривать со всеми, ты никогда не перейдешь на аргументацию. Вот Дудь с Кучерой, то есть вот все там бурлили, что посмотрите, он там нелогичен, что же это такое за защитник и так далее. Но это же просто выдернутый разговор. Я здесь прямо адвокатом могу у Кучера выступить в этом смысле. Потому что когда он проговаривает какие-то свои вещи нестыковочные, то есть совершенно безумные, это в большей степени связано, что он попал в разговор, в котором такой правильный журналистский разговор, в котором его не слушают, а ловят. То есть ловят на противоречии, не дают ему выговориться в этой части. И это приводит как бы вот к тому, что узлы, то есть сильные связи, близкие с тем, с кем я могу сесть, попариться в бане, еще что-то, поговорить по душам, просто помолчать, они становятся еще крепче, а чуть дальше дистанция, и ее просто не становится, потому что пришел кучер, другой не придет, он не придет уже, он скажет, зачем мне это надо, то есть что я буду пугалом, что ли, там выглядеть, все равно невозможен этот разговор, и поэтому миротворцы это не те люди, которые пытаются идти до победного конца, это те люди, которые пытаются пересечь параллельные прямые, да, Лена. Надо ли говорить с террористами? Да, надо, да, надо, то есть тут очень простой пример, а надо ли обезоруживать террориста на детской площадке или в детском саду, почему вдруг международные противотеррористические организации, дают деньги, садят на вертолет, улетай, то есть, хотя здесь есть дилемма просто, этическая дилемма, тут может погибнуть один ребенок, а там он улетит, погибнут там сотни детей, но разговаривать нужно потому, что в этой ситуации жизнь одного человека, она точно так же важна, как жизнь ста человек, то есть нельзя как бы мериться этими жизнями, поэтому надо разговаривать, надо как бы через разговор и аргументацию потом уже идти к вопросу о том, кто виноват, кто прав, где нарушена норма закона, не до этого, то есть, если вы выясняете отношения, то есть, вы начинаете выносить вердикт до разговора с этим человеком, вы приобретаете врага, вы приобретаете того, кто хочет вас уничтожить, начинает реализовываться сила, если вы начинаете переговоры, то да, террорист может улететь, но ведь вы договорились с ним только на то, чтобы он покинул детскую площадку, а потом правила игры изменятся, и все это знают, и поэтому террористы идут на это и улетают, поэтому не гибнут эти люди, которые могли бы погибнуть, вы не нарушаете эти правила, и в этом смысле, наверное, вот я все кручусь вокруг этого вопроса, меня заделал, то есть, если бы Навальный там вел себя поиначе, если бы выполнялись договоренности, если бы правила публично заявлялись и мы следовали хотя бы маленьким правилам, они шли по пути, что, ну, в общем-то, в кулуарах-то и договоримся, потому что ценность публичного договора гораздо выше, и даже если вы потратите гораздо больше времени на этот договор, он будет просто прочнее, потому что все знают правила и берут на себя ответственность, если эта договоренность состоялась, если мы начинаем как бы выбирать, то есть, вот я постоянно полемизирую со своими коллегами, они говорят, там рукопожатный, не рукопожатный, вот с этим можно говорить, с этим нельзя говорить, он что-то сделал, вот как только мы начинаем занимать такую позицию, мы работаем в такой эпистемологической ситуации силы, мы постоянно меряем, у нас такая линейка свой-чужой, свой-чужой, чужих становится очень много, и в этом смысле, да, публичный разговор должен быть со всеми без исключения, и это должна быть нормой и правилом вообще эффективного общества. О чем возможен и возможен ли разговор с идеологами русского мира? Сейчас разговор только об одном, о том, что надо остановиться, то есть, нужно найти способы остановить военные действия, нельзя говорить сейчас российской власти, что нужно сдаться, нельзя, это не примет не только власть, это народ не примет, что нужно сдаться и показать, что мы трусы какие-то, что-то пошло не так, и вот мы сдались, остановка возможна, остановка возможна тогда, когда стороны останавливаются без условий, то есть, это вот, это в очень многих местах социального мира реализуется, также реализуется с бездомными социальная политика, также реализуется бедность, сначала дайте условия, потом требуйте, то есть, не сажайте в тюрьму преступника, если ему не на что есть, сначала обеспечьте, договоритесь, создайте обязательства, а потом применяйте норму права, и это, на мой взгляд, самый важный публичный разговор сейчас. к вопросу про, собственно, да, про поляризацию общества и про вот эти все разговоры, нежелание разговаривать друг с другом. Вы сами сказали в том же интервью, что фраза «убей русского» стала аналогом фразы «убей немца» времен Второй мировой войны. Как вы думаете, как долго вот такая поляризация может продлиться? Ну, совершенно точно, пока идут военные действия, и совершенно точно, пока не будет проведена работа по трудной памяти. То есть, это точно, совершенно поколение. Ну, то есть, это довольно трудный период времени, и он очень сильно зависим от того, как будут выстраиваться отношения. Ведь сценарии-то разные могут быть построены. Что будет, когда будет прекращены военные действия. То есть, там, Берлинская стена условно где-то там пройдет, или еще что-то, отойдут. Ну, то есть, возможны разные позиции, и если эти позиции закрепятся с точки зрения врагов, то это время может быть очень долгим. Очень. Потому что травма нанесена колоссально. это не просто обида. Причем и тех, и других, и русских тоже. Это связано с травмой, то есть, это связано с таким, с ситуацией ненависти и в ту сторону тоже. Единственная надежда только на то, что интеллектуалы, наконец, превозможут себя, свои эмоции и начнут говорить с другими, не такими, как они. Только в этом разговоре, который построен не на обвинениях, а на ну, как бы прощении и покаянии. Я здесь прямо в христианство ударюсь. Можно хоть как-то сократить этот период времени. Коллективная вина и коллективная ответственность. Вот в контексте того, о чем мы говорим, этой спецоперации, что эти понятия для вас, как для социолога значат? Они вообще насколько корректно употреблять эти словосочетания применительно к событиям. Вы в это верите? Что, в коллективную ответственность? Я не верю, например. Коллективная является, с чего я начинал, или социальная, некоторым результатом коммуникации, взаимодействия и договоренности. И в этом смысле вполне возможно договориться об этом. Нельзя вменить ни вину, ни ответственность. Нельзя как бы рационально, исходя из книжки или там исходя из разговоров в своем ближнем кругу говорить за страну или еще за что-то. Но вполне возможно, я пытаюсь оппонировать вам, что вы не верите, вполне возможно предположить, что в публичной дискуссии, поддержанной такими стейкхолдерами, публичными, возможно прийти к некоторому консенсусу. Понятно, что там сравнение с другими ситуациями сейчас невозможно, то есть уникальные события того, что происходит, но тем не менее мы видим, и вот с Григорием Юдиным мы проводили исследование по трудному прошлому. Мы видим довольно много эффективных способов, процессов, того, как разные общества приходили к консенсусу, к согласованию. В том числе коллективной ответственности. Вот про вину я это понятие вообще не люблю, не понимаю. То есть мы каждый виноваты по факту своего рождения. А вот про ответственность и ответственность именно как взрослое состояние, потому что безответственным может быть только ребенок. Ответственность это то, что определяет нас как людей взрослых. И в этом смысле взрослое общество. Мы вполне можем к этому состоянию прийти. Имеем право и возможно. Тогда мой последний вопрос вам как раз может он будет опираться в ваш ответ на работу с Юдиным как раз, раз вы занимались этой темой выхода из исторических травм разных обществ. Вот как вам кажется российский выход из этой травмы для общества он будет каким? Политики понятно, они рано или поздно остановятся, рано или поздно будут договариваться, а общество как может выйти из вот этой травмы? Через слезы и объятия. То есть я, опять же, еще раз, я не очень понимаю категорию общества, народа или вот больших социальных... Люди, вот я в бане, я в бане, в шахтерском городке, мы паримся там в предбаннике телевизоры и там новостная лента. И вот сидят мужики в полотенце завернуты, да, эти укропы, там их всех снести надо, да, 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 вот там пьют пиво. В парилку заходим, ну, что там вот, дети, как же вы, да, действительно, дети, как же. Люди в общении, то есть они кажутся зверьми, свирепыми, вот, они очень сильно подхватывают вот этот дискурс ненависти, если он, как бы, поддерживается и так далее. Когда они остаются один на один и разговаривают между собой, даже люди из милитаристского лагеря, военные, они остаются людьми. И в этом смысле, конечно же, и консенсус по, как бы, осознанию вины и ответственности из-за этого возможен только через частные разговоры, через то, когда социальный капитал начнет реализовываться в своей полноте. Я его, как бы, противопоставлял, все, вот есть сильные связи, вот есть слабые связи, но, в общем-то, речь идет о том, когда они вместе работают, вместе, то есть, опять же, дурацкое слово, гражданское общество, совершенно не отражающее то, что происходит в России, ну, дурацкое в том смысле амебное, размытое, то есть, кто только, что не думает, не вкладывает в это понятие гражданского общества, оно как раз и реализуется, когда гармонично сильны и сильные и слабые связи в рамках социального капитала. И вот, когда сильная, слабая связь, то есть, вот эта вот как бы трансляция представлений о правильном или неправильном, хорошем или плохом начнет как-то гармонизироваться вот с этими разговорами в парилке, а не только у телевизора, то тогда мы можем как бы говорить о том, что общество немного оздоравливается хотя бы, уравновешивается, возникает какое-то состояние равновесия. Ну, это же неминуемо произойдет, как вам кажется, как к социологу, опять же, потому что эти качки очень же быстро происходят. Ну, оно не быстро. Вправо-влево. Мы действительно, как бы, любые сообщества, мы здесь не исключение, мы живем циклами, то есть, и самая большая беда всегда приведет когда-то к радости. Дожить только надо. Ну, есть вероятность не дожить до того, что ситуация исправится. Но она исправится, конечно, здесь нет никаких сомнений в этом. Спасибо. Спасибо вам за этот разговор. Спасибо вам. К разговору про разговор. Субтитры сделал DimaTorzok